МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Все те же 6% годовых программу семейной ипотека продлили до 1 июля 2024 года. Началась рассылка налоговых уведомлений, кому положены льготы при уплате имущественного налога. Киберспорт добрался до Сарова. В молодежном центре пройдет открытый Кубок города по компьютерному спорту Дота-2. Далее расскажем обо всем подробно. До 1 декабря граждане должны оплатить имущественный налог. Из чего он состоит и кто может на него рассчитывать, расскажем в следующем репортаже. 1 декабря крайний срок уплаты налогов на имущество физических лиц за 2021 год. При этом ряд категорий граждан имеет льготы. Их предоставляют в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Это может быть квартира или ее часть, комната, жилой дом или его часть, гараж или машина-место. При этом льготу предоставляют на объект с максимально начисленной суммой налога. Например, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды 1 и 2 группы, военнослужащие и ветераны боевых действий получат 100% льготу на одну квартиру. При этом, если квартир две или больше, то за остальные они платят налог в полном объеме. По земельному налогу категория граждан, которые имеют право на вычет в размере 6 соток, это участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 группы, а также физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Если земельный участок у льготников площадью, например, 10 соток, то вычет дадут на 6 соток, а за 4 необходимо заплатить. Что касается транспортного налога, то льготы в 50% имеют пенсионеры и инвалиды на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Полностью освобождают от транспортного налога на одну машину участников Великой Отечественной войны, опекунов, попечителей многодетных. Мощность автомобиля также должна составлять до 150 лошадей. Если больше, то платить за него придется в полном объеме. Предоставление льгот физическим лицам носит без заявительный характер. Если физическое лицо не предоставило заявление по льготе, то льгота будет предоставлена налоговым органам на основании сведений, которые поступили в инспекцию в соответствии с федеральным законодательством. Если налогоплательщик не заплатит имущественные налоги вовремя, то уже со 2 декабря задолженность начнет расти каждый день и будут начислять пение. Налоговые уведомления либо приходят с заказным письмом по почте, либо в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Способов оплаты налогов несколько. Через терминалы, через отделение банка, отделение почтовой связи, через личный кабинет налогоплательщика, через портал государственной услуги. Также использовать сервис уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России. За мобилизованных граждан получить налоговые уведомления и оплатить их могут родные и знакомые по доверенности от командира воинского подразделения. Полностью интервью Светланы Тюриной об уплате имущественных налогов смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Программу «Семейная ипотека» продлили до 1 июля 2024 года. Это позволит семьям с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Она будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Эта программа реализуется по инициативе главы государства. Существует уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним малышом, которые рождены не ранее 1 января 2018 года. Эти семьи могут взять кредит по ставке 6% годовых для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других регионах – 6 миллионов. В следующем году программой смогут воспользоваться более 150 тысяч семей, а общий объем выданных займов составит около 1 триллиона рублей. На четырех улицах Сарова улучшено освещение. В минувшие выходные был завершен проект по модернизации системы освещения на участках улицы Академика Харитона от улицы Симашка до поворота на проспект Октябрьский, Павлика Морозова от улицы Менделеева до Чкалова, на улице Менделеева от Советской до Зернова и на улице Московской от Курчатова до пересечения с улицами Гоголя и Березовой, сообщает Департамент городского хозяйства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Базовый режим готовности введен на территории Нижегородской области. Решение принято для повышения эффективности работы органов исполнительной власти в связи с введением военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В рамках базового режима готовности губернатор может принимать меры для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для удовлетворения потребностей вооруженных сил и нужд населения, для охраны общественного порядка и важных объектов, по введению особого режима работы предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта и связь. Псаровские спортсмены заняли призовые места на состязаниях по спортивному ориентированию «Осень по Волжье». Около 250 эрогейнеров собрались проверить свои возможности в нескольких форматах. Два, шесть и двенадцать часов бегом и шесть часов на велосипедах. Всего на турнире собрались участники из 12 субъектов Российской Федерации. В формате «12 часов бегом» второе место среди ветеранов смешанной группы взяли Татьяна Резвова и Владимир Королев. В группе мужчин серебро также взяли Сергей Егоршин и Николай Орлов. Материнский капитал можно будет направить на оплату образовательных услуг, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. Как сообщила пресс-служба правительства, родители могут оплатить услуги негосударственного детского сада или школы, или труд частного преподавателя при условии наличия у индивидуального предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность, передает ТАСС. Чтобы оплатить образовательные услуги и средств мат-капитала, родителям нужно представить в пенсионный фонд два документа. Заключенный с ИП договор с расчетом стоимости и заявления. Ранее в Минтруде рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тысяч рублей, что на 86 тысяч рублей больше, чем в этом году. Чего не хватает Сарову? Как улучшить жизнь нашего города? На эти вопросы постараются ответить участники форума молодежных инициатив, который пройдет в Молодежном центре 21 октября. Форум – дискуссионная площадка, на которой молодежь в возрасте 16-35 лет сможет получить новые знания, обменяться опытом и воплотить в жизнь свои идеи по решению актуальных городских проблем. С его организаторами Молодежной палаты и Сарова встретилась наша съемочная группа. Основная цель работы Молодежной палаты при Градской думе – привлекать молодых людей к общественной жизни Сарова и Нижегородской области, к участию в нормотворческой деятельности Градской думы. Именно поэтому на базе Молодежного центра пройдет первый форум молодежных инициатив. В формате дискуссионных площадок молодежь может предложить свои идеи по улучшению качества жизни в городе, обменяться опытом, обсудить наиболее актуальные проблемы Сарова. Работа молодежи будет заключаться в следующих секциях – это экономика, промышленность, предпринимательство, это культура, образование, молодежная политика и спорт, наука, а также будет общественно-политическая секция. Под руководством модераторов молодежь будет выявлять проблему в данной секции и, соответственно, искать решения, предлагать инициативы. У каждой инициативы есть возможность побороться за звание лучшей. Командам нужно будет защитить свою инициативу перед другими участниками и приглашенными экспертами – руководством города, ядерного центра, членами молодежной палаты. Победители форума определят сами участники с помощью онлайн-голосования сразу после защиты. Мы немножко решили изменить привычный формат проведения таких форумов и наша задумка как раз стоит в том, чтобы молодежь не знала до начала форума, за какую секцию они будут работать. Это позволит нам как раз генерировать совершенно новые идеи и, так сказать, предупредить подготовленные действия. Лучшую инициативу рассмотрят на заседании молодежной палаты, чтобы помочь в ее реализации. Члены палаты обсудят также и остальные инициативы. Заявку на участие в форуме может заполнить любой желающий от 16 до 35 лет в группе «Молодежной палаты» ВКонтакте. Форум молодежных инициатив пройдет в пятницу, 21 октября, в 16 часов в Молодежном центре. Подробная информация по телефону 8 930 285 10 00. Светлана Ярунова, Евгений Шиклев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Еще одно крупное мероприятие, которое пройдет в Молодежном центре этой осенью открытый Кубок города Сарова по киберспорту по дисциплине «Дота-2». На виртуальной арене схлестнутся команды, которые будут бороться за право сильнейших киберспортсменов города. Подробнее о том, как пройдут состязания, расскажем далее. Схватка на виртуальной арене. Уже в этом месяце в Сарове проведут первый киберспортивный турнир по командной игре «Дота-2». Основа игры – волшебный мир в жанре фэнтези с разными персонажами. От древних богов до говорящих зверей и парящего сгустка энергии. Каждый участник выбирает своего персонажа по необходимым навыкам и способностям. В бою встречаются две команды по пять человек – «Сила света» и «Сила тьмы». И сражение начинается. Игра уже, да, 20 лет я сам с 2006 года. Мне было 6 лет, я уже начал этим всем увлекаться. Игра, формат 5 на 5, задача команды захватить главное здание команды врага. Идея проведения соревнований по киберспорту объединила инициативную группу саровчан. С ней они пришли в молодежный центр, где фанатам киберспорта помогли воплотить ее в реальность. Игры будут проводить в формате онлайн по олимпийской системе в 4 этапа. Их будут транслировать с сопровождением комментатора на странице молодежного центра ВКонтакте. Финальную битву лучших команд города покажут на большом экране в молодежном центре 19 ноября в 12 часов. Некоторые турниры на втором, третьем этапе будут пересекаться с учебой и дополнительными репетиторствами. Мы не должны их отвлекать от самой главной задачи, от знаний. Поэтому мы все сместим для них максимально лайтовым. Кубок города будет проходить с 22 октября по 19 ноября. Заявки на участие принимают от команд по 6 человек. 5 основных и 1 запасной. Игроки должны быть не младше 14 лет. Дополнительная информация по номеру 99118. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 19 по 22 октября там проходит «Медовая феерия». Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с диагелей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На «Медовой феерии» представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не кодский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии», один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пиргу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, а главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 19 по 22 октября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА